Я живу в горном форме Рема города. В результате такая выставка состоялась, мы так прикинули, что и радует. Собственно, за это и боролись, работали на экспозициях. Приколы, что ли, какие-то смотрите, вместо того, чтобы слушать? Давайте уже свои речи новую. По мере поступления, я шучу, конечно, первая была из вот, кого я особо отмечаю, Лея Николаевна Ляхова. Она еще в первой художественной школе, мне там вразумило в плане рисунка здорово. Виктор Васильевич пришел к нам преподавать в художественном училище, когда я учился уже на четвертом курсе. Уже был наглый, в общем, наверное, уже немножечко чего-то и умел, но, в общем, он добавил нам к его работам. Вот он тонкий, пластичный, русский, он еще и в Союзе русских художников есть такая организация, есть такое объединение в России. И там на самом деле много очень-очень сильных наших живописцев. И там на самом деле много очень-очень сильных этих художников. Студентов еще. Ну, вот студентов, знаешь, это уже сутки. Но ты не помнишь, я помню. Но я хочу сказать, что вообще с таким образованием, какое имеет красоту, у нас в Рязани очень никого нет. И в нем это особенно ярко проявилось. Он по образованию художник-монументалист. И при этом вот такая тонкая палитра, тонкое чувство цвета в работе. И острая композиция. Это вообще вот то, что острота композиции, острота как-то выстраивания пространства самой работы, ну, это, наверное, это как раз заслуга дара-монументариста. Я в свое время, когда мы познакомились уже, были чеки-догогами, нам пришлось какие-то работы выполнять вместе. Я у него очень много просто научилась. Наверное, не всех получается. Вот, видите, я тебя поздравляю с выставкой. Успехов тебе и дальше, и творческих, и каких-то достижений своих. И все, потому что человек-то очень активный. Я еще хочу сказать, что сколько было пленеров, а в некоторых пленерах мы вместе участвовали. Ну, это всегда просто ядро такое каждого пленера. В этих маленьких, скромненьких рамочках. И то, что твое искусство честное, из пафоса без всякого, доброе, в каких-то моментах пронзительное. Я видел, как со временем осветлялась твоя палитра, как-то постепенно, в общем, подробности переходил к каким-то большим планам. И как-то умел в каких-то самых скромных местах найти такие интересные мотивы, которые у нас все отмечали. Особенно Владимир Александрович Иванов. Я помню его такую фразу. Он сказал, прежде чем писать картину, сначала назови ее. Это мне приписывается. Нет, правда. Это я помню вот самых таких лет. И действительно так. Потому что как ты ее назовешь, какой посыл ты в нее вложишь, такая она и будет. Он говорит, ты можешь даже просто поставить серую крыльку на стол, на серый стол. И в зависимости от того, как ты назовешь этот натюрморт, рассвет или вечер, такой у тебя и получится состоять. Мы многому научились. Спасибо вам от души. Спасибо. Что такое? Ну это традиционный такой жест. Просто конфеточка. Все. Это вот такой. Для меня и для моего поколения вы наши педагоги. И остаетесь с ними до сих пор. Хоть мы уже там много лет работаем, мы художники, но мы все равно к вам идем за советом. И когда что-то уставляешь, хочется прийти, как ученик, к вам и показать. Большое вам спасибо. Вы до сих пор и всегда остаетесь с нашими педагогами. Спасибо. А, он же основывал, фундамент печки моей начал. Доделал до такого. Он сказал, «Мне вообще-то надо сюда, на занятия-то». Я говорю, «Как? До другой-то, вообще далеко». И я пошел так. Вон, киви. Вернее, красные ворота. Да, киви, да, красные ворота. Ну, что я могу сказать? Конечно, я восхищение от живописи Виктору Васильевичу. Большое спасибо, что он был моим преподавателям. Сегодня вы только ругали меня за то, что я уже достаточно взрослая, почти сложившаяся там в творчестве. И все равно я еще иду за советом Виктору Васильевичу, чтобы сказать, что хорошо, что плохо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok